Субтитры делал DimaTorzok А то, что само спонтанно не происходит Если вы смотрели видео из интернета, вы видели там какое огромное количество молодежи, парней Да, конечно, там мужское население здоровое и его много, мужского населения Вероятно, для этого и нужно почистить все мужское население, всех молодых парней Это важно для того, чтобы Китай захватил эту страну, то есть установил главенствующую свою роль Для этого нужно, чтобы не было вот таких молодых парней, которые могут выйти на площадь Я обращу ваше внимание, что на сайте президента Российской Федерации есть сообщение, что в Петербурге 27 декабря 2021 года были переговоры И переговоры с президентом Таджикистана, которые потом еще вылились в следующий раунд переговоров Уже 3 января 2022 года с Эмамали Арахмоном, с президентом Таджикистана Это говорит о том, что подготавливали, подготавливали события заранее Что я хочу сказать о тех событиях, которые сейчас происходят в республике Казахстан Обстановка гораздо хуже, чем то, что пишут Да, друзья, необходимо понять, что там произошли бунты Обычные бунты Не выступления просто каких-то отдельных элементов на площади, даже пусть это тысяча человек А именно бунты Но если вы посмотрите на карту, географию городов, где одновременно произошли бунты То вы поймете, что просто так одновременно бунты не могли начаться сразу во всех этих городах То есть весь Казахстан и слева, и справа охвачен бунтами В расход пошел город Алматы В городе в эту ночь люди боялись страшно за свои жизни В городе шла перестрелка Оружие есть как с той, так и с другой стороны Нет оружия только у полиции, друзья У полиции, у них какие-то резиновые пули, по-моему И все, что у них есть Поэтому с полицией обращались наиболее жестоким образом Но вот из казахских сообщений сегодня ночных Это военные взяли в кольцо погромщиков в центре Алматы Идет ожесточенная перестрелка Это сообщил спутник КЗ А в центре площади находится около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков Военные подогнали БТР и бронемашины Конечно, друзья, их всех расстреляли Гражданская война Началась гражданская война Но гражданская война – это когда внутри, еще между собой А здесь гражданская азиатская война То есть откуда-то еще накануне всех событий Ведь город Жанаозин – это лишь точка спуска Спускового крючка автомата Автомата Калашникова, конечно И спуск произошел Об этом оповестили Что да, начали Мы начали Но в это время в городе было уже огромное количество людей Привезенных из Узбекистана и Кыргызстана Возможно, также поддержка шла и от Таджикистана Видите ли, ведь Путин беседовал Зачем-то это были две беседы Причем одна беседа 27-го Это подготовка 27 декабря 2001 года А вторая беседа 3 января 2022 года Так вот, что пишут люди оттуда Оттуда с места событий Это сегодняшние ночные новости Я вам расскажу Этого вы не встретите нигде Люди перезваниваются между собой Я сейчас говорю вам про Алматы Позвонили и сообщили о том Что связь дали, но ненадолго Связь подключили, чтобы сообщить о том Чтобы сидели дома, не высовывались никуда После сеть пропадет И начнется массовая перестрелка с обеих сторон Предупредите всех своих близких В особенности друзей, у которых в заднице играет интерес Поснимать все для сториз Интернет выключили еще 3 января, друзья 4 января выключали А 5 января уже весь день практически не было интернета в Казахстане Сегодня его тоже нет и не будет Какие-то есть небольшие окошечки Когда дают для связи для своих В это время люди имеют возможность Они сидят и следят за тем, включили интернет или нет Но сидят и следят за этим От страха, от страха быть убитыми, друзья И вот когда включают этот интернет Они высылают своим кому-то, кто ими интересуется Такие сообщения Да, у них отключили все соцсети Ютуб отключили Началось самое страшное По городу пошло мародерство Вот люди пишут Мы дома боимся за детей Это ночные сообщения Мы много чего не знаем Интернет отключен А мы сидим дома Слышна стрельба, сирены Мы не спим Все звонят по телефону и делятся Многих обокрали Да, воруют Насилуют людей Звери вышли на улицу, друзья Звери вышли на улицу Сейчас время зверей Если вы думаете, что закончится это Все очень быстро Вы ошибаетесь Это время ритуальное Да, воруют Насилуют людей Они точно звери Это вообще какие-то левые люди Дальше люди пишут Ну да, митинги, понятно А при чем тут мародерство? Боже, мы реально Ничего не знаем без интернета Я слышала, что тут Тоже по дороге Кишки валялись Вы понимаете, да, что творится? Кишки валялись По дороге Милиционеров насилуют Догола раздевают А у нас сегодня холодно было Снег И их голыми заставляют бегать Мы не успели уехать Бросают технику и бегут Сейчас страшно Прилетели три самолета больших С российскими военными Частные самолеты Улетели все Слышал, многие политики С семьями Улететь успели Есть запасной аэродром Он в другой части города Там частные самолеты летают Говорят, в небо Стрелять собрались То есть по самолетам Ну вот, все окна закрыты Деток уложили Сами решили не спать Очень страшно Подготовили документы Оделись тепло И деток тоже Все у нас на старте Сотки на зарядках В общем, не знаем, как все сложится Будем мирно договариваться Если что Ну, конечно, жесть Боюсь за деток Говорят, свет отключат через час Заряжаем гаджеты Там стрельба началась Мародеров отстреливают Но они приехали Солдаты, солдаты From Russia Это из России На улицах солдаты из России А далее сообщается Короче говоря Говорят, почему полицейские И нацгвардия Перешли на сторону жителей Типа им дали Всего 8 пуль Резиновых Нет техник и орудий Это гражданская война А если, не дай бог, рядом Китай Там-то все мощное И куда этим бедолагам Нефтяная страна Все разворовали То есть страну разворовали Уже всю Давно Вероятно Время Такаева Дали для разворовывания Страны Вот сколько он сидит На престоле То это время все Страна разворовывалась В ноль Что касается казахов, друзья Они все тоже разные Казахи на улицах Разные Есть вид казахов Определенный вид Вы сразу их не поймете Что это совершенно другие люди Но они звери внутри Специально выведенные люди То есть у них звериная кровь Они никого не жалеют У них нет размышления У них речь другая Среди казахов Они выделяются своей речью И своим поведением Они очень жестокие И отличаются общением Ну а далее Расскажу я вам Так что я предполагаю, друзья Я ничего не утверждаю Я как всегда Только предполагаю Что все чиновники Все, которые замешаны были В создании этого эффекта бунта То есть бунт подогревался изнутри Подогревался самими же чиновниками Которые стоят наверху Так вот эти все чиновники Выехали на новогодние праздники Заранее Заранее Все вылетели в декабре Их никого там не было Уже с конца декабря В Казахстане Они знали, что будет И руководили бунтами И действиями правительства Уже совершенно другие люди Кто? Сказать вам? Ну я полагаю Вы можете тоже догадаться Кремль, конечно А здесь самое интересное Что я вам расскажу Для чего это нужно Кремлю Все очень просто Кремлю это нужно Для того, чтобы взять контроль Над республикой Казахстан Для того, чтобы в мире Никто не мог больше диктовать Цену на газ За счет того, что Республика Казахстан Перестанет поставлять газ За счет того, что Вся Азия сейчас будет В состоянии падения И турбулентности То Россия Будет диктовать всему миру Свои цены на газ Деньги, бизнес И ничего более Но ведь кроме бизнеса Здесь льется кровь А это уже, друзья Гавах Это уже жертвоприношение На престол власти Матрица сейчас вся Бунтует Матрица сейчас В турбулентности Матрица нашей с вами Жизни, друзья Не надо ходить куда-то В сакральные знания Просто обычная Наша жизнь Что касается Такаева Президента Казахстана Он давно в Москве Он вылетел туда Какое-то время назад Он не в республике А то, что вы видели Обращение Такаева Это записанное Обращение Из Москвы Он давно под крылом У Владимира Путина Он там укрылся А свою республику Отдал на разграбление Мародером Сейчас в Казахстане Находится большое количество Белорусского контингента Войск Российского контингента Войск Ну и других республик Которые окружают Казахстан Кто самый важный Выгодополучатель От всей этой ситуации Это Китай За всем за этим Стоит Китай Об этом мы с вами поговорим В следующий раз Я Таня Карацуба Сеидбургхан Субтитры создавал DimaTorzok